Накануне заседания антитеррористической комиссии межведомственные группы проверили ряд объектов размещения потребительской сферы, мест массового скопления людей и оценили степень готовности по вопросам обеспечения безопасности. Как выяснилось, многие требования не выполняются. Остается уже 12 дней до Нового года. И естественно, что каждый день в объектах размещения должны быть выполнены меры безопасности. Проведены обязательно инструктажи, чтобы формально никто не относился. Меры противопожарной безопасности также должны быть выполнены. Работу видеокамер необходимо обеспечить в полном объеме, причем как в системе «Безопасный город», так и на частных объектах. К продаже пиротехники подчеркивает Анатолий Пахомов особое внимание, как и к организации фейерверков. Реализация алкогольной продукции должна быть взята под особый контроль. Тех, кто хочет нажиться на праздниках, они как раз это время выбирают, когда идет спрос, когда люди приобретают. Давайте хорошенько проверим все предприятия торговли, питание, каким спиртным они собираются торговать. В ближайшие дни, подчеркнул глава города, объекты размещения и торговли проверят повторно. Если выяснится, что предписания контролирующих органов не выполнены, будут приняты самые жесткие меры, вплоть до запрета на работу. Под особый контроль возьмут точки реализации алкогольной продукции. Из трагедии, произошедшей в Иркутске, необходимо сделать выводы, подчеркнул Анатолий Пахомов. Как заявили представители дорожных и коммунальных служб, подготовка курорта к новогодним праздникам идет по графику. Жители еще раз призвали при планировании поездок на Красную Поляну пользоваться общественным транспортом. Информация же о дорожной обстановке на курорте будет выводиться на электронное табло, установленное от поста Магри до Красной Поляны.